Всем здравствуйте! Меня зовут Дарья, это Цветы Вместе. Сегодня мы хотим показать вам растения, которые пришли к нам на склад в совместной закупке, собранной в нашей группе ВКонтакте до 20 октября 2020 года. Вот с этими симпатичными зелеными ушками это сорт Динамит Ред, Антуриум Динамит Ред. Сейчас вам покажу, обратите внимание на размер прицветника. Очень крупное растение, такой плотный прицветник, хорошие крепкие листья, очень красивый сорт. Здесь небольшие сорта у нас, это Спирит, достаточно симпатичный. Рядом находится Зизу, такие компактные сорта. А это все Рейнбу. Очень любят его покупатели за его необычный окрас. Действительно, от розового до такого черного графитового цвета, очень красивые прицветники. Здесь у нас Ливиум, очень хорошо дошел, очень красивый, прям насыщенно красные полоски с белым, смотрится очень симпатично. Впервые мы привезли сорт Purple Love, называется. Симпатичный сорт, интересные прожилки. Далее нам удалось приобрести редкий лот. Он шел у садовника, как Adios Salmon. Некоторые задавали мне вопросы, будет ли он чем-то отличаться от Adios Orange, потому что такие сорта многие покупатели уже приобретали. Специально для вас, вот я приготовила, чтобы вы посмотрели, вот это Adios Orange. Он пришел в миксе, а это Adios Salmon. Salmon переводится с нидерландского как лососевый, то есть он не такой насыщенный. Далее у нас идет сорт, который мы также привезли впервые. Сорт достаточно тоже редко выкладывается с садовником на аукцион и быстро раскупается. Это Adios Romance. Немного похож, на мой взгляд, такой мини-ягуар грин. У садовника он называется как Adios Romance. Здесь сорт, который тоже все ждали, это сорт Black Queen. Вот такой размер предцветника, черный початок. Достаточно крупный сорт. Темные коричневые листья, сорт очень красивый. Также мы привезли спатифилумы. Silver Cupid. У него прожилки такого серого цвета. Вспышка, конечно, не передает, кажется, что они какие-то немножко белесые, но на самом деле серого цвета. Очень крепкие такие у него цветочки. Прям приятно к ним прикоснуться. Достаточно плотные. Здесь микс от садовника Adios. В принципе, он практически соответствовал картинке. То есть все брони, которые нам оставляли покупатели, они будут соответствовать вашим пожеланиям. Здесь гиганты. Фиорет Харт, кстати, гигант. Очень красивый. Прям в форме сердца. Кстати, у него не такие крупные цветы, как некоторые думают. Ну, все зависит от, знаете, поставки. Ранее привозили. Бывают вот не такие помельче. Бывают вот такие покрупнее. Но цвет очень красивый. Такой прям темно-вишневый. Насыщенный. Луковичные. Это все Amoralis. Подобники очень часто перестраховываются и очень сильно поливают растения в дорогу. Поэтому перед отправкой растений почтой, да и когда мы покупателям доставляем на дом цветы, которые только приехали, мы объясняем, что растения нужно просушить. Вот посмотрите, я вам покажу. Вот это растения, они все достаточно мокрые. Прям влажные. То есть три дня в пути и растения, конечно, не просыхают. Ну, давайте посмотрим, вот, тем не менее, на корни, несмотря на то, что вот, 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 ну, конечно, крепко поливают. Но садовник никогда не знает, сколько придется растению ехать, в какой город он едет. О, ну, корни все отличные. Розовые, яркие, насыщенные, сочные, то есть все в порядке. Несмотря на то, что так крепко поливают, но за четыре дня, три-четыре дня, которые не идут в Москву, все нормально, и мы будем их просушивать еще дополнительно из горшков. Здесь орхидеи в стекле, садовник или ирдам. Оригинальное решение. Всегда будете знать, что происходит с корнями вашей орхидеи. Ее достаточно просто поливать водой, чтобы корни напитались, стали ярко-зелеными. И, в принципе, больше никакого особого ухода ей не нужно. Это небольшие орхидеи пурпул. Они идут пахнущие. Ну, если честно, я вот сейчас попробовала. Мне не пахнут, но у меня дома есть пахнущая орхидея от этого же садовника. Запах от времени суток чаще всего зависит. А вот это достаточно такие крупные, это метровые орхидеи. Сейчас я попробую показать. Мало того, что они размером метр, вот такого они больше моей женской ладони. И вот как бы так. Действительно крупные, красивые, такие прям подарочные букетные орхидеи. Орхидеи много приехало. Вот здесь еще покажем вам такие каскадные орхидеи. Как они идут каскадом с симпатичными. Желтой губой. Беликоз. Красивый сорт. А также, повезло как-то нам в этой закупке, тоже удалось приобрести Дикий Кот. Это отсюда и Дикий Кот. Знаю, что очень много коррекционеров за ней гоняется. В цене она не дешевая. Абсолютно. Ну, действительно, такой необычный крас леопардовый, он его стоит. Сейчас в Москве плюс 10-13 градусов. Выходные у нас достаточно теплые. Сейчас 3 часа ночи. Ну, значит, где-то через 9,5-10 часов мы уже поедем на доставки по Москве. И уже москвичи через 10 часов начнут получать свои заказы. Что касается покупателей из регионов, ваши растения все будут утепляться. Можно будет пару дней просушить. Прошу вас терпения. Всем все отправим, утеплим. Ну, и то, что здесь в Москве, в принципе, сейчас достаточно комфортная температура. Я думаю, что все будет в порядке. Всем все хорошо дойдет. Ведь все-таки растения едут не по улице, а в каком-то вагоне или автотранспорте. Кстати, очень много вопросов мне задавали, не померзнут ли растения, которые сейчас доставляются из Амстердама в Москву. Нет, друзья, не замерзнут. Они доставляются специализированной транспортной компанией, которая везет все растения горшечные с соблюдением температурного режима. Поэтому мы планируем возить растения круглый год, собирать совместные закупки. Но с ними ничего не может случиться, можете не переживать за ваши растения. Транспортная компания специализируется именно на международных доставках. Надеюсь, вам было интересно посмотреть это видео, поучаствовать в приемке растений. Спасибо всем за внимание. Будем рады подписке на наш канал, вашим комментариям. Также подписывайтесь на нашу группу. Ранее у нас все закупки проходили на странице Дарьи. Дарьи Цветковой сейчас проходит уже в сообществе. Ссылка на сообществе будет под этим видео. Всего доброго. Надеюсь, мы подарили вам немного отстоточного настроения. Продолжение следует... Продолжение следует...